В сельских поселениях продолжаются сходы граждан с участием главы района. На прошлой неделе Роман Сенеговский пообщался с жителями поселка Рисового. О том, что сделано в этом населенном пункте, а какие проблемные вопросы только предстоит решить, смотрите в первом материале выпуска. Встреча с жителями состоялась в актовом зале школы номер 56. Разговор прошел в форме диалога. Тон такому открытому и живому общению задал глава района. Вот сейчас какие вопросы вас интересуют. Давайте пообщаемся, вы будете их задавать. Мы постараемся либо на них отвечать, либо записывать для того, чтобы прорабатывать эти вопросы. В ходе встречи от жителей поступили вопросы, касающиеся благоустройства поселка, медицинского обслуживания, строительства, спортплощадки, ремонта дорог. Роман Сенеговский вместе с главой Рисового сельского поселения Анатолием Пономаревым рассказали участникам схода, что благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году почти во всех поселениях района, в том числе и в Рисовом, выполнен большой объем работ по асфальтированию улиц. В следующем году эта работа будет продолжена. Жители, в свою очередь, отметили, что их поселок действительно стал благоустроеннее и более комфортным для проживания. Но вместе с тем есть вопросы, на которые стоит обратить внимание. В Рисовом дороге у нас асфальтируется очень хорошо. Все такие вот центральные дороги асфальтированы. Но наша казачья, да, мы подсыпали, мы там гравий. Но этот гравий никуда не нужен. Но как то, сняли, это что? Мы же завезли еще в другой, могу сказать. Не, мы хотим теперь уже асфальт дорогу, асфальтируем. Мы ее включили сейчас в гравийном исполнении на 20-е годы, чтобы сделали ДРСУ, чтобы там прошел каток, чтобы там сделали дренажные стеки. А потом уже можно будет вложить асфальт. Мы по способам сами подсыпаем ее, да, но она практически с меня уже прогревается. Они сейчас сделают капитально ее. Будет нормальная там подочка. Тогда мы будем начинать потихонечку делать там асфальт. Также на сходе обсуждались вопросы об участии рисового сельского поселения в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Это позволит благоустроить определенную жителями общественную территорию, детскую площадку на улице Октябрьской. Документы для вступления в программу на 2020 год подготовлены. Жители только за. Роман Сенеговский подчеркнул, что есть хорошие примеры участия в этой программе сельских поселений нашего района. В станице Петровска отремонтированы пять дворов. Благоустроен центральный сквер. В хуторе Коржевском один двор и сквер на улице Мира. По обращениям жителей, в следующем году администрация рисового сельского поселения сделает новый тротуар на улице Октябрьской вдоль детского сада. Также на 2020 год по муниципальной программе запланирована реконструкция поселкового стадиона, в рамках которой будет приведено в порядок футбольное поле. Установлена раздевалка для спортсменов. Подведена вода, сделаны душевые. Роман Сенеговский отметил, что районная власть поможет в решении этих вопросов. На 2021 год наметили строительство универсальной спортивной площадки на территории школы 56 и ремонт по краевой программе «Кровли дома культуры», замену оконных блоков. Сейчас в Рисовом идет работа по улучшению уличного освещения. Приобретены 20 новых светильников. Ведется их установка. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин